Дорожно-транспортное происшествие Дорожно-транспортное происшествие Но я хочу сказать, что, дорогие выпускники, вас ждут еще не менее интересные годы Годы обучения в высших учебных заведениях, в средних профессиональных учебных заведениях Студентские годы, они тоже очень интересные, насыщенные, творческие Вы закончили школу, но школа жизни еще впереди И поэтому я желаю вам, чтобы каждый из вас нашел свою дорогу в жизни Чтобы вы были счастливыми И кем бы вы ни стали, всегда помните, что родители и учителя заложили тот фундамент, на который вы сегодня стоите Помните свой родной район, своих родных и близких И никогда не забывайте, что мы вас всегда ждем С праздником! Всем добра, мира и счастья! Самые трогательные напутствия выпускникам сказали их младшие друзья-первоклассники Не промолчали в этот день и сами виновники торжества С бантами и белыми фартуками нарядные они пришли, чтобы сказать слова благодарности учителям Пожелания одноклассникам и услышать от педагогов последние наставления Сегодня трогательный, печальный, последний звонок в моей жизни В нашей любимой 44-й школе Хочу сказать, что эта школа меня запомнила своими друзьями, которые я постричал здесь Я их люблю, и они меня любят И мы рады, когда заходим в эту школу Для учителей хочу сказать, что они самые лучшие Моим одноклассникам, которые ходят вместе со мной Я бы хотела пожелать очень хорошо сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, в которые они всегда мечтали Учителям я хочу сказать огромное спасибо Каждый из них оставил частичку себя в моем сердце, и я их никогда не забуду Они учили не только школьным предметам, но и доброте, каким-то хорошим качествам Именно школа меня научила быть такой, какая я и есть Выпускники исполнили песню, станцевали школьный вальс и выпустили в небо разноцветные шары, не забыв загадать желание Мечтает любой из нас Мы встретимся и не раз И в детство вернем нас снова Школьный прощай у вас Последний звонок, провожающий вчерашних школьников в новую взрослую жизнь, прошел и в школе номер 45 Станицы Северской Позади у 11-ти классников часы домашних заданий, библиотеки списанных тетрадей, первые успехи и промахи Теперь им предстоит самостоятельно определить свой жизненный путь Вы счастливые люди Я желаю вам в этой жизни главное только одного Это научиться в этой жизни правильно делить хорошее от плохого Ценить и любить своих родителей Ценить дружбу Ценить те хорошие качества, которые каждый в себе из нас должен пронести сам себе Воспользоваться всем тем заделом, который учителя с любовью вкладывали в вас на протяжении всех этих 11 лет Я верю, что у вас у каждого впереди большая и счастливая жизнь Этот день важен и для первоклассников, которые отметили успешное завершение учебного года Они поздравили выпускников с окончанием учебы, понимая, что когда-то они также простятся с родной школой Ребята, мы успехов вам желаем Ведь вы достойны высших всех наград И все у вас получится Мы знаем И самым лучшим будет выпускной ваш бал Впереди ребят ожидает сложная ответственная пора государственных экзаменов и выбора будущей профессии Но сегодня и глаза полны счастья, предвкушения новых побед и свершений В честь последнего звонка выпускники исполнили вальс ПЕСНЯ 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 школьной линейки, конечно же, звон колокольчиков. Торжественные звуки разделили жизнь вчерашних школьников на беззаботное прошлое и полное новых перспектив и открытий будущего. В завершении линейки 11-классники поблагодарили всех учителей и выпустили в небо разноцветные шары. В детской художественной школе поселка Ильский состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года. Юные художники, их родители и педагоги по доброй традиции собрались вместе, чтобы подвести итоги работы. Закончился учебный год. Он принес нашей художественной школе очень много призеров. Замечательные ребята победили на международных и республиканских выставках. В этом празднике у нас есть нотка грусти, а основная, конечно, нотка – это нотка радости, счастья, что такой прекрасный солнечный день. Вся наша школа собралась на торжественном мероприятии. От имени главы муниципального образования Северский район Адама Шахметовича Джарима поздравляю вас с окончанием 2017-2018 учебного года и от всей души желаю нашим юным, талантливым художникам, модельерам, стилистам очень хорошо отдохнуть в дни летних каникул на учреждения культуры, готовым вам обеспечить этот интересный, увлекательный отдых. Воспитанники этой школы – люди творческие, поэтому на последнем звонке здесь принято делиться своими художественными успехами. Учащиеся всех классов продемонстрируют лучшие работы за этот учебный год. Для одних ребят – это последний день в стенах любимой школы, для других – первая ступень в постижении азов изобразительного искусства. Мы уже выросли, стали взрослеть, хочется в школу идти поскорей. Любимая художественная школа, без нас не скучай, успехов в учебе нам пожелай. Прилежно ты в школе старайся учиться, страну новознаний, пути открывай, сумеешь отличных успехов добиться. Удачи и счастья всегда побеждай. В прошедшем учебном году ребятам есть чем гордиться. Воспитанники художественной школы приняли участие в 37 выставках-конкурсах различных уровней. Все призеры получили дипломы и грамоты из рук директора школы Ольги Фроловой. Как и положено, завершилась школьная линейка под звуки звонких колокольчиков. 22 миллиона киловатт-часов похищенной электроэнергии выявили специалисты краснодарских электрических сетей с начала года. А это 69 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии и около 115 миллионов рублей ущерба. Печально, что Северский район в лидирующих позициях по фактам незаконного пользования электроэнергией. За 4 месяца 2018 года во время рейдов энергетиками составлено 13 актов. Это более 400 тысяч киловатт-часов и, как следствие, ущерб порядка полутора миллионов рублей. Недобросовестные потребители, преследуя корыстные цели в попытках получить экономию, используют целый арсенал средств. От вмешательства в работу приборов учета до монтажа скрытой проводки и осуществления самовольного подключения к электрическим сетям. Сети рассчитаны на определенную нагрузку, но различные манипуляции с незаконным потреблением перегружают оборудование, тем самым нарушая требуемый режим работы. Филиалом Краснодарской электрической сети проводится очень большая работа по профилактике потребления электроэнергии и транспорта электроэнергии в районе, в зоне ответственности филиала. Чем больше мы вычисляем таких недобросовестных потребителей, тем лучше качество электроснабжения. Так, во время плановых проверок в поселке Афипске в одном из частных домовладений обнаружено несанкционированное пользование электроэнергией. В результате внушительного долга за потребленную неоплаченную электроэнергию с 1 марта текущего года энергопринимающим устройством дома по улице Революционной введено полное ограничение режима электропотребления. Но это не помешало владельцу продолжить незаконно пользоваться электричеством, самовольно подключившись к воздушной линии электропередачи Кубани-Нерго. Энергетики обследовали энергопринимающие устройства и составили акт о бездоговорном потреблении, а также уведомили абонента об опасности при незаконных действиях. Потребитель, не желая оплачивать имеющуюся задолженность и услуги по ограничению и возобновлению режима потребления электроэнергии, произвел подключение к электросетям самостоятельно. Тем самым подверг свою жизнь высокой опасности поражения электрическим током и падения с высоты. Все работы в электроустановках производятся в строгом соответствии с правилами техники безопасности при работе в электроустановках. Самовольные подключения и вмешательства в электроустановки недопустимы, так как влекут за собой опасность поражения электротоком, что может повлечь смерть человека, пожары, короткие замыкания. В борьбе с незаконным потреблением электроэнергии специалисты используют установку антимагнитных пломб, что позволяет не только выявить, но и доказать факт неучтенного потребления энергоресурсов с применением магнита. На данный тип счетчика наклеен индикатор магнитного поля, который препятствует воздействию на счетный механизм неодимовым магнитом. При срабатывании индикатора составляется акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Предотвращают хищение и потери электроэнергии так называемые умные счетчики. Данный электросчетчик не просто учитывает потребленную энергию, но и передает показания уровень напряжения и нагрузки через интернет на сервер в Кубани Нерго. Использование ряда действенных способов крайне необходимо, ведь злоумышленников не останавливают ни угроза поражения электрическим током, ни судебные иски, ни административное или даже уголовное наказание. Выявление этих нарушений грозит потребителям, которые вмешиваются в работу прибора учета, штрафными санкциями, и не только штрафными санкциями, но и уголовной ответственностью, если сумма ущерба обществу будет превышать 250 тысяч рублей. Но если до 250 тысяч сумма ущерба обществу потребитель, совершивший подобные правонарушения, будет подвергнут административному наказанию, что тоже имеет весомые последствия. Электроэнергия – это тот ресурс, который бесплатно отпускаться в принципе не может, так как есть договорные отношения между ресурсоснабжающей организацией и потребителем. Таким образом, своевременная оплата за потребленную электрическую энергию в полном объеме, по расходу, указанному на приборе учета, в принципе, это перспектива нормального жизнедеятельности любого коммерческого предприятия и бытового сектора. Энергетики ПАО «Кубани Энерго» также обращают внимание, что в случае выявления фактов безучетного и бездоговорного употребления электроэнергии, кроме штрафных санкций, применяемых в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, к нарушителям применяется расчетный способ определения объемов употребленной электроэнергии, которые в несколько раз выше обычного расхода. Завершился очередной учебный год, но школьники школы номер 43 станицы Северской уже с нетерпением ждут следующего. Полным ходом идет строительство нового трехэтажного корпуса школы на 400 мест, с открытием которого смогут отказаться от второй смены для учеников начальных классов. Руководство района строго следит за выполняемыми работами. Отставание по срокам не строительство идет по графику, готовность объекта на сегодняшний день составляет 70%. 1 июля должны зайти сюда. Начинаем заходить. Вот этот июль месяц, он должен быть основательным. Параллельно ведутся работы по благоустройству территории школы. Планируются дополнительные спортивные площадки для различных игр, стометровая дорожка, ямы для прыжков в длину и отдельная площадка для детей младшего школьного возраста. В центре между двумя блоками школы предусмотрен двор с благоустроенной зоной отдыха и площадкой для проведения торжественных линеек и других мероприятий. Напомним, что строительство новой типовой школы началось прошлым летом. Проектируемая школа имеет пищеблок, спортивный зал, библиотеку, медицинский и административный блоки, актовый зал и помещение для внеурочной работы. Современная школа будет доступна и удобна для всех детей без исключения. Здесь предусмотрены лифт, пандусы, туалеты для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Сметная стоимость строительства по контракту свыше 250 миллионов рублей. Выездная приемная районной администрации продолжила свою работу в малых населенных пунктах. На этот раз представители власти встречал хутор Стефановский львовского сельского поселения. В ходе приема от жителей поступило 19 вопросов. В течение полутора часов, что шел прием, выяснилось, что основные проблемы для хуторян – состояние подъездной дороги хутора и песчаный карьер. Машины, перевозящие песок, разбивают местные дороги, вследствие чего жители уже на протяжении долгого времени жалуются на просадку грунта, отсутствие воды в колодцах и скважине и появление трещин в домовладениях. Мы продолжаем заниматься по вопросу именно карьера и займемся с Николаем Валерьевичем вопросом переговоров с подрядной организацией для того, чтобы мы отгрегировали ремонтировочность дороги, которая выходит на Дыке и в сторону Краснодара. Практика работы в выездных приемных районной администрации будет продолжаться. Это очень удобно для жителей, а потому и востребовано. Да и местным властям гораздо легче решить тот или иной вопрос при поддержке районных структур. Много людей не могут же выехать. Мы пенсионеры, а у нас маршрутка ходит аж с другого конца хутора, а я живу в другом конце хутора, так что я не дойду. Тут можно решить какие-то вопросы. Все вопросы жителей взяты на контроль и переданы для исполнения по ведомствам. А это значит, что через определенное время глава района обязательно спросит о результатах работы. Праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, состоялся в стенах Дома культуры Станицы Северской. Глава северского сельского поселения Игорь Крикун поздравил всех присутствующих с Международным днем славянской письменности. Для зрителей и гостей в фойе работала выставка декоративно-прикладного творчества, а на сцене выступали лучшие коллективы района. Родной язык – это не просто слова, буквы и правила. Это основа любого творчества, неотъемлемая часть культурного наследия страны. Наследие сохраняют и формируют которое люди искусства. В 2017 году 32 творческих коллектива района подтвердили звание образцового художественного и народного самодеятельного коллектива, и еще восьми коллективам эти почетные звания были присвоены. Начальник Управления культуры администрации Северского района Галина Куралесина выразила благодарность художественным руководителям и вручила дипломы Министерства культуры Краснодарского края за высокие достижения и большой вклад в развитие народного художественного творчества Кубани. Языковое наследие нашего народа наполнялось трудами великих творцов на протяжении всей своей истории – от Пушкина и Грибоедова до Маяковского и Солженицына. И сегодня ответственность за родной язык и его будущее лежит на каждом из нас.